Здравствуйте! Сегодня рассмотрим настройку прерываний по окончании преобразования для регулярного канала. Создаем новый проект. Выбираем наш микроконтроллер. Выбираем АЦП. Видим это ножка ПА1. Канал 1. Тактирование я не трогал. Конфигурация. Включаем прерывания. Здесь тоже ничего не трогал. Выбираем студию. Даем имя проекту. IT, ADC, REC. Ок. Открываем. Компилируем. Открываем mine.c. Создадим переменную для хранения результата преобразования. ON16.t. Это как раз такая переменная, куда как раз влезет наш результат преобразований. Хотя давайте не здесь. Мы ее скопируем там, где у нас будут прерывания. Вот файл. Вставляем. Хорошо. Следующее. Идем в how. Открываем ADC.se. Ищем наши функции. Компируем запуск преобразования. С прерыванием. Вставляем. И нужно ставить указатель. Вставили. Все нормально. Идем туда, там где у нас, собственно, будет функция вызываться прерывание. Вставляем эту строчку тоже сюда. В первый раз у нас нужно запустить старт преобразования с прерыванием до цикла while будет. Мы сейчас в цикле while будем запускать. До цикла while. А затем уже как бы оно автоматом будет вызываться и попадать в эту функцию. Нужно считать наши данные. Функция из предыдущих уроков getValue. Копируем. Вставляем. Точка с запятой. И указатель. Так. Все нормально. Вроде все правильно. В этом уроке мы рассмотрим только настройку. А в следующем будем разбираться. В правом нижнем углу у меня напряжение, которое подается на ножку PA1 АЦП. Вот как у меня все подключено. У меня есть переменный резистор. 10 килоом. Один вывод подключен к 3 вольтам. Другой к общему. А третья середина подключена к ножке PA1. Такой резистор вы можете найти в старых автомагнитолах, телевизорах, в частности там где была регулировка громкости. В новых сейчас ставят энкодер. Так что возможно вы не найдете. Можно ставить 10 килоом. Можно 5. Можно выше 15-20 килоом. Я думаю будет работать. Что найдете. Так я забыл исправить настройку. Ок. Запускаем отладчик. Утова. П please she. ПО bacon. П 후-пинаде. Не мне красиво. С kötем. П гречен настройка. Слепись. Так, добавим нашу переведенную в WatchWindow, есть, запускаем, как видим, все хорошо, ничего не работает, почему не работает? Откроем нашу периферию, ADC1 держана, а вот, запускаем, так, запускаем, останавливаем, ничего, что-то я пропустил. Становим брэкпоинт. Запускаем, так, вообще ничего не работает, ни прерывания, ни преобразования. Смотрим. Выйдем. А, все понятно. Ножки мы еще не настроили, порты, то есть, у нас не настроены, а мы уже, как бы, пытаемся стартануть. Сейчас перекомпилируем, запустим. старт. Еще раз. Видим, все работает. Мы попадаем в нашу функцию прерывания и у нас считываются значения. Так. Видим, без брэкпоинта все работает. Я поменял значение. Сейчас передвинем мышкой, посмотрим. У нас программа крутится без остановок. Все работает. Впрочем, как бы, настроили правильно. Остановим. Упали функцию прерывания. Это все будем рассматривать на следующем уроке. Теперь давайте что-то изменим. Изменим флаг. Теперь он будет end of conversion по окончании всех преобразований. Что он дает, я рассматривал на прошлых уроках. И включим преобразование один за одним сразу же. То есть, у нас SCP будет сразу, как только закончилось преобразование, за ним будет запускаться следующее. То есть, нам не надо будет его заново стартовать. Компилируем. Заходим в Mine. Так, вот что мы сделали. Здесь включили преобразование один за одним. Здесь поменяли, что у нас будет end of conversion флаг выставляться после окончания преобразования всех каналов. Но у нас он только один. Это дает... Нам не нужно сбрасывать бит over OVR в регистре SR. В предыдущем уроке я уже это говорил. Теперь здесь. Мы эту строчку закомментируем. Она теперь у нас больше не нужна. Проверяем. Проверяем. Скомпилируем. Ошибок 0. Подображение 0. Запускаем отладчик. Запустили. Остановили. Запустили. Запустили. Остановили. Как видим значения меняются. Все правильно. Опять попали в функцию. Так. Как видим я дергаю мышкой и значения меняются. Теперь я поднимаю напряжение. Смотрим. Правый нижний угол. Как видим все работает. Далее. Что можно еще сделать? Солю понимание как это все происходит. Можно закомментировать строчку. Почему? У нас все равно по прежнему будет работать все. Будем разбираться в следующем уроке почему так. Скомпилировали. Запускаем. Запускаем. Смотрим. Значения меняются. Все работает. Теперь я уменьшаю значение. На ножке по один смотрим. Результат у нас поменялся. Все работает. Вот. Мы опять убрали все ненужное. А результат с АЦП у нас идет. Спасибо за внимание. Думаю было интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова